У нас получилось разделить квартиру на две принципиальных части. Это получается и дополнительная. По пути в приватную зону у нас есть сюрприз. Потолочная сушка, которая управляется пультиком. Только открываешь дверь. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Привет, InMyRoom! Рада вас видеть. Проходите в гости. Всем привет! С вами канал InMyRoom и я, Ника. В этом выпуске мы посмотрим очень классную квартиру, которая находится в знаменитом районе Москвы в Хамовниках. Здесь очень много мест хранения на 70 квадратных метрах. Эта квартира видовая, с потрясающим видом на МГУ. И сделана она для бизнесмена и его семьи. Алина, привет! Алина – дизайнер этого замечательного проекта. Она уже была у нас на канале InMyRoom. Мы обязательно прикрепим ссылочку на ее предыдущий Room Tour. Расскажи немножко о себе для тех зрителей, которые тебя еще не знают. Всем привет! Меня зовут Алина Роговская. Я архитектор, дизайнер и руководитель студии дизайна Aroom. Мы делали этот проект в 2019 году для заказчика, бизнесмена-ресторатора. И у нас была задача сделать интересную квартиру, потому что он, как человек с большим опытом и насмотренностью, хотел необычный интерьер. Расскажи, что здесь было до ремонта? Как она выглядела? Здесь не было ничего, кроме периметра кирпичных стен. И поэтому мы были достаточно свободны в выборе планировки. На всякий случай скажу, что само понятие свободная планировка, оно немножко надуманное. На самом деле всегда есть какой-то план, предусмотренный застройщиком. И в этом случае тоже так было. Но он нас ограничивал только расположение мокрых зон. Все остальное мы придумывали сами. И поэтому на 70 квадратных метрах, но всего лишь с двумя окнами, мы придумали, как разместить весь функционал так, чтобы всем было удобно. У нас получилось разделить квартиру на две принципиальных части. Вот где мы сейчас находимся, это, так скажем, общественная часть. То есть прихожая, гостевой санузел, кухня, гостиная. А в той стороне у нас мастер-блог, то есть приватная часть исключительно для жильцов. Это спальня, проходная гардеробная и санузел. В буфере между этими двумя зонами у нас есть тайная комната, о которой мы расскажем чуть позже. Супер! А какие задачи вообще поставил тебе заказчик? Как вы взаимодействовали? Он хотел, чтобы было много мест хранения, потому что для периодических командировок нужно было избавиться от большого багажа, который он вынужден все время возить с собой. Поэтому у нас здесь много мест хранения. У нас функциональная кухня, чтобы можно было готовить дома. У нас два санузла, чтобы можно было здесь также размещать гостей. И удобный диван для отдыха, который в том числе и раскладывается. Поэтому главная задача была таковой, чтобы ему с супругой здесь было комфортно находиться долгое время, и при этом радовало глаз. А вот с точки зрения стилистики, тут как раз было важно соблюсти некоторую нарядность в рамках классического стиля и добавить акценты. Поэтому у нас наравне с базовыми бежевыми стенами есть голубые, есть синие акценты, есть темный пол, который делает интерьер контрастным. Вот как раз то, чего он хотел уйти, чтобы не было вот такой вот бежевой однообразной коробки, которая часто получается в классических интерьерах. А расскажи про дом. Что за дом, где мы находимся? Это дом 2012 года постройки в Волхомовниках. Это новостройка. Ну, такая условная уже. Да, условная новостройка, да. Ну, на момент начала ремонта, да, тут вот действительно это была свежая квартира без значитого ремонта. В My Room есть свой уютный телеграм-канал. Если вы вдруг не знали, ссылочку на него мы оставим в описании. Там классные идеи для интерьеров, скидки, акции от партнеров, а также анонсы выходов новых роликов. Давай начнем с этого общего пространства. Сколько оно квадратных метров? Чуть больше 35 квадратных метров. Это включая вот эту транзитную зону, которая у нас ограждена перегородочкой. Расскажи про отделочные материалы. Еще у меня к тебе вопрос, какая здесь высота потолков? Он такой сложно сочиненный, изначально непонятно, сколько он был. Но он срок высокий. Да, черновые потолки были чуть больше 3-30 метров. Мы делали опуски, опуски сложных форм, потому что здесь располагается приточная натяжная вентиляция. И как раз за счет этих перепадов мы смогли разместить решеточки. Поэтому где вот получилось сохранить высоту, вот например, как раз в этой зоне, где люстра над гостиной, там практически черновая высота, как она и была. В зоне кухни у нас необычный потолок, который, впрочем, вы уже видели в предыдущем рубдуре со мной. Это световые панели, которые вставлены в кессоны. И таким образом у нас получается, с одной стороны, классический стиль, с другой стороны, очень хорошее освещение, потому что света от них очень много. И здесь они посажены на диммер. То есть можно управлять их яркостью. Здорово. Слушай, а скажи, сколько для такого решения нужно отступ от потолка рассчитать? Ой, это классный вопрос, потому что на самом деле сами эти панельки, они светодиодные, они очень тонкие. Но кто-то может забыть, что им необходимо место для того, чтобы эту панель можно было вытащить и ставить назад в случае необходимости замены, например. Поэтому мы отступали порядка 20 сантиметров от черного потолка до низа панели. Но, соответственно, еще часть съел потолочный карниз или галтель, который обрамляет кессоны. Ну и вот дальше у нас еще опускается потолок. То есть вот самая нижняя отметка у нас порядка 3 метров. А сама конструкция, она из чего сделана? Гипсокартон. И там, соответственно, как-то, я не знаю, специально прокладывали эти панели, они прям кладутся сверху на эту конструкцию или как-то приклеиваются к потолку? Нет, они просто кладутся, чтобы их можно было в любом моменте достать. И на самом деле, вот в данном случае они просто лежат на вот этом потолочном багете. То есть просто опираются, если залезть на стремяночку, можно подтолкнуть, соответственно, наклонить и вытащить. А они сделаны под заказ? Если они перегорят, как их менять? Ну, конкретно эти сделаны под заказ, потому что они не совсем стандартного размера, но, в принципе, такие панели продаются даже готовые. Просто у них какой-то кратный размер, ну, там, например, 30 на 30 или 40 на 40. И давай пройдемся по самому кухонному гарнитуру, из чего он сделан, из чего фартук, из чего столешница. Если говорить об отделочных материалах, то здесь довольно стандартное решение. Стены под покраску, керамическая плитка на фартуке. Это орнамент арабески. Сам кухонный гарнитур сделан тоже на заказ. Фасады из массива, то есть вот все эти филеночки, это вот прям резьба непосредственно по массиву корпуса ЛДСП, столешница, кварцевый агломерат. Я хотела еще задать вопрос по выбору цвета конкретно здесь, да? Такое необычное сочетание такого темно-бежевого, наверное, и синего. Как выбирался цвет здесь? Делать какой-то один цвет нам показалось, что будет неправильным, потому что либо пришлось бы делать ее очень нейтральную какую-то, чтобы она не перегружала пространство, либо, да, это, ну, съела бы всю остальную визуальную эстетику. Поэтому мы решили разделить, да, на два цвета, то есть сделать акцент на синий, который у нас идет лейтмотивом по всей общей зоне, и такой более нейтральный, легкий, сложный цвет. Это вот что-то среднее между, да, бежевым кофе с молоком. Она из двух частей состоит. Одна зона в нише, да, нишу специально под нее выстраивали, как я понимаю. Да, да, нишу специально выстраивали, но как раз получилось очень хорошо, что вот минимально достаточно расстояние для прихожей мы сохранили, и у нас вот здесь в лес холодильник встраиваемый и колонна с техникой. То есть как раз здорово, что в сути поместилось в нише. Это совершенно, да, не съедает вот это свободное пространство помещения, которое остается. И, да, здесь у нас духовой шкаф, встроенная кофемашина, СВЧ. И наверху место хранения. Интересный момент, что вот видите, наверху перфорированные фасады, они повторяют рисунок на фартуке, это тоже аэробеска, но это вот именно перфорация, чтобы вентилировал воздух. Из-за того, что здесь встраиваемый холодильник и много техники, то в таких случаях всегда лучше предусматривать вентиляцию, чтобы не перегревалось ничего сзади и был постоянный воздухообмен. То есть там где-то какое-то отверстие за техникой, которые выходят в эти ниши. То есть это, соответственно, не места хранения, это именно такое как технологическое отверстие. Ну, там полочка, и при желании туда можно что-то поставить, просто это будет видно. Но так, в принципе, да, там сейчас свободное пространство, где циркулирует воздух, и плюс еще снизу встроенная вентиляционная решеточка, вот, поэтому мы можем не переживать за состояние техники. А сколько по глубине получилось, если мы еще оставили зазор для вентиляции? Да, на самом деле не пришлось увеличивать глубину, то есть она практически стандартная, может быть на пару сантиметров больше, то есть в районе там 63, может быть, сантиметров. То есть этого вполне достаточно на встройку техники и вот этого зазора сзади в пару сантиметров. Ну, давай посмотрим основной гравитур, да, что по хранению там. Открываем. Открываем. Так, ну, у нас двойная раковина. В одну из них вставлен измельчитель. Здесь хранение посуды. Вот, наше традиционное решение, что мы полочку для стаканов и кружек располагаем ниже, чем полочку для тарелок, потому что удобнее тарелка доставается в более большой высоты. Вот, снизу у нас отсеки для бытовой химии и мусора, в том числе. Здесь хватает места под несколько баков, чтобы можно было сортировать. Удобно выкатывается ведро. Да, да, там классный механизм, который тянет ведро за собой вместе с фасадом. Очень удобно все раскладывать. Так, посудомоечная машина. Дополнительные места хранения специй и другой посуды. Здесь у нас, ну, тоже хранение разной натвори. Ящик для столовых приборов. Ящик для, ну, тоже какие-то дополнительные вещи, типа лопаток. И здесь еще остается хранение, там, для лекарств и прочего. Просто полочки тоже. Он получается уже, вот эта часть. Да, да, то есть вот этот выступ, он как раз появился из-за несущего пилона. То есть, да, вот помимо кирпичной коробки было несколько несущих частей, вот, по периметру помещения. И чтобы не съедать вот эти ценные сантиметры, не наращивать фальш-стены, мы сохранили, вот, как они есть, да, один, второй. И, получается, обыграли глубиной кухни переменчивые, что, да, здесь идет зона стандартной глубины. Здесь идет неглубокая зона, но она вот тоже используется, например, под чайник. Очень удобно. А наверху это не заглушки, это тоже хранение? Да, это тоже хранение, адресольные шкафчики. Ну, они, конечно, не очень удобны в внешнебном использовании, но вот на всякие как раз резервные случаи, вот, например, заказчики уезжают, и можно туда надолго что-то сложить. А расскажи, что это за золотые такие штучки под шкафчиками? Вот это? Нет, нет, внизу. А, это практическое пожелание заказчика, то есть он человек очень практичный и щепетильный, и он хотел закрыть вот эту нижнюю поверхность фасадов от жира, который часто летит во время готовки. Вот, поэтому, да, я уже, честно говоря, сама забыла. Это стекло? Да, это стекло, вот, оно пределано с помощью таких золотых, ну, болтиков и золотых заглушек. Заглушки, да. Да, вот. Ну, и на самом деле, да, это действительно и более практично, потому что мебель не портится, и выглядит тоже интересно. Необычно, первый раз такое вижу. Давай переметнемся на остров, он тоже с хранением. Да, то есть изначально, когда мы разрабатывали планировку, мы поняли, что функциональнее будет здесь делать барный стол, при том, что, как правило, вот, приезжает именно заказчик с супругой, то есть взрослые люди, и у них не так часто бывают гости, поэтому им как раз вполне достаточно, ну, вот, стола совмещенного с островом. Это, получается, и дополнительная рабочая поверхность во время готовки, и дополнительное хранение, потому что у нас, вот, с этой стороны открываются шкафчики. С этой стороны у нас больше нависание столешницы, чтобы, ну, люди чаще садились именно с той стороны, и было удобно смотреть телевизор. Вот, это гостевые стульчики. Стулья, кстати, заказаны из Италии. То есть мы зачастую делаем, вот, барный стол остров такой же высоты, как и столешница кухонного гарнитура. Здесь это не так, здесь она выше, как раз для того, чтобы именно этот стул подошел, и на нем было комфортно сидеть. А сколько по высоте? Потому что я подходила, очень удобно на него, кстати, облокачиваться и что-то делать. Да, ну, не соврать бы, по-моему, 115 сантиметров. Высок. А сколько сам остров получился по габаритам? Потому что он заменяет полноценно обеденную зону, обеденный стол. Да, он заменяет полноценный обеденный стол, но на вскидку это где-то, там, метр на, может быть, два. Также в острове находятся розетки, чтобы можно было подключить телефон на зарядку или какую-то подобную технику для готовки. На полу керам гранит под мрамор белого цвета. Тут такой занятный нюанс, что когда заказчик, ну, озвучил пожелание, что хочет, чтобы на полу была белая плитка, я говорю, точно, на кухне, это же так непрактично. Это вот, да. Ну вот да, как-то интересно. Все будет видно, но нет. Ему хотелось, да, чтобы было видно, чтобы было чисто. И поэтому, да, мы подобрали именно такой вариант. Керам гранит выбрали грязцевый, он зато отражает свет и, в принципе, придает более нарядный вид помещению под стать остальному интерьеру. И здесь еще есть такой пол. То есть можно включить такой пол, чтобы не было холодно ходить по плитке. При этом в остальной зоне инженерная доска достаточно темная. То есть, да, вот у нас, в принципе, один из этих мотив интерьера – это контраст. То есть это вот было таким пожеланием заказчика, что лучше, вот, чтобы, например, цвета были по-настоящему разные, чем вот что-то близкое, но как бы не совсем одинаковое. Вот, поэтому у нас, да, везде идет игра темного и светлого. Давай поговорим про сценарий освещения в кухне-гостиной. Сколько их здесь, какие они есть? Да, на самом деле сценариев освещения достаточно много. То есть у нас идут подвесы над островом. Есть вот эти кессоны, которые включаются диммером. Есть подсветка фартука, светильники на вытяжке, бра возле дивана, чтобы можно было включить вечером на такой камерный сценарий, люстра в зоне гостиной. И также включается подсветка вот этой потолочной ниши по периметру. Перейдем к зоне гостиной. Давай поговорим здесь про ее необычное оформление на стене. Да, ну вот у нас появилась эта ниша, именно из-за конструктивных обстоятельств, да, потому что это была не несущая часть, и она была меньшей глубины. И несмотря на то, что здесь стоит диван, мы решили все равно ее сохранить. И это дало нам опцию размещения глубокого декора. За этим панно, если это можно так назвать. Это декоративная штукатурка голубого цвета? Да, да, это декоративная штукатурка. Вот, в принципе, в квартире использовано три вида настенной отделки. Это просто покраска, декоративная штукатурка и обои. Обои ручной работы. Мы их позже увидим. Давай про зоны в гостиной. Сейчас мы находимся в мягкой зоне. Расскажи, раскладывается ли диван? Да, диван раскладывается. И плюс у него есть еще одна интересная фишка, как раз благодаря чему именно его мы выбрали. Заказчик довольно высокий. И ему было важно, чтобы он мог сидеть и облокачиваться головой. Поэтому, да, здесь такие подушечки необычной формы, чтобы было удобно это сделать. Ну и также быстренько вернуть назад. Удобно. Удобно. Ковер. Ковер, мне кажется, это совсем не устарелое решение, потому что он всегда классно работает на зонировании. Скажи, из чего сделан стык напольных покрытий? Пробковый компенсатор, тонированный в цвет паркета. Очень многие спорят, из чего делать стыки, потому что, сколько мы ездим, кто-то говорит, что нужно делать с герметиком. Ну, Т-образные профили мы не берем, хотя кто-то считает, что все равно с точки зрения технический, да, именно нужно ставить Т-образный профиль. Я не знаю, я тут не специалист, я считаю, что надо его, наверное, избегать, если это возможно, правильно же? Ну, а ты считаешь все-таки пробковый компенсатор или герметик? Честно говоря, в последних проектах мы чаще используем герметик, потому что это получается максимально тонкий, максимально аккуратный стык. Но если вы переживаете, что, например, новостройка, что дом может немножко гулять, какая-то усадка стен, какая-то трансформация или перепады температур, то, ну, пробковый компенсатор – это очень более безопасное решение, потому что он лучше работает на зажимании и разжимании. Вот, а с точки зрения визуала, если его тонировать под пакет, то особо не видно. Здесь ТВ-зона, телевизор, кстати, на поворотном кронштейне, чтобы можно было его смотреть удобно, и зона острова, например, вот так можно развернуть. Чтобы готовить и как раз смотреть телевизор. Да, да. Класс. Очень удобно. Вот, так, да, по отделке эта стена повторяет декоративную штуку только напротив. Такая необычная форма перегородки, она выиграла здесь нишу для телевизора, чтобы как раз вот этот поворотный массивный кронштейн, он не заставил телевизор вылезти слишком сильно вперед и привлекать к себе слишком много внимания. А вот эти вот части, которые у нас здесь выступают, со стороны спальни, которые находятся в другой стороне, являются системой хранения. И там получается дополнительная глубина, чтобы можно было повесить, например, штанг с одеждой. Хитро! Еще ты выделила это все дело молдингом, и у меня вопрос про вот эти маленькие белые коробочки на стене, на этой и на стене напротив. Это что? Это аудиосистема. Заказчик любит слушать музыку, поэтому вот одним из пожеланий было, чтобы мы интегрировали аудиосистему. Вот, да, есть колонки здесь, здесь, вот такая вот штуковинка. Вот, поэтому, да, если здесь включить музыку, будет классный звук. Можно рок-концерт искрять. Давай вернемся к этой тумбе. Расскажи, да, она собирает себе как раз все цвета проекта, под заказ ли она сделана, или вы такую нашли? Нет, к сожалению, мы не нашли готовых решений, не так много, которые прям попали бы в яблочко. То есть, да, вот тут вы можете увидеть тот же синий цвет, который использован в кухонном гарнитуре. Вот там под зонирующей перегородкой тоже будет консолька, такой комодик в тех же цветах. И даже вот этот журнальный стол, он тоже сделан под заказ и повторяет те же материалы. Балкон с таким потрясающим видом, меняли ли что-то вы здесь? Да, ну, на балконе мы на самом деле практически ничего не делали, кроме утилитарной замены плитки на полу, ну, на, естественно, морозостойке, не скользящий керамогранит. А так он прекрасен сам по себе, ну, прежде всего, за счет вида. А скажи, окна меняли ли в этом проекте, или это от застройщика окна? Нет, окна от застройщика, да, они едины во всем жилом комплексе, поэтому их не трогали. Подписывайтесь на все площадки, где есть InMyRoom, ведь там очень много классных проектов с видами не хуже, чем здесь, и других интересных идей для ваших ремонтов и интерьеров. Ну, а если же вы сделали классный интерьер и хотите им похвастаться, то пишите вот на эту почту, присылайте фотографии своих готовых интерьеров, и, возможно, мы приедем именно к вам. В общей зоне осталась такая ниша, которая ведет нас явно в другую зону квартиры, и здесь какая-то перегородка. Это тоже несущая конструкция или нет? Нет, это не несущая конструкция, это перегородка, которую мы специально запланировали и даже возвели позднее других стен, потому что остальные перегородки кирпичные, а это из гипсокартона сделано, и она выполняет именно функцию зонирования, то есть разделение на общественную и приватную зону, и чтобы, например, скрыть то, что происходит в той зоне от глаз гостей, которые, например, сидят на диване или за столом. И получается, да, что можно ее обойти с любой стороны, и здесь по пути в приватную зону у нас есть сюрприз. У нас есть дверь-невидимка, которая покрыта теми же обоими ручной работой, такие, в принципе, вот в этой транзитной зоне на стенах, и если ее открыть, мы попадем в постирочную. Давай пойдем в прихожую, и хотела тебя спросить про стены здесь, да, они выстроены были заново, вы планировали это пространство, или все-таки здесь были какие-то наметки, несущие перегородки? Нет, эти перегородки выстраивали мы сами, и здесь все рассчитано именно так, чтобы вот как раз хватило на нишу в кухне плюс гостевой санузел. Остается прихожая, да, с достаточным расстоянием вот на открытие шкафов и обувницы, и вот там еще осталось место на постирочную и мастер-санузел. Прихожая такой коробочкой, таким домиком. Да, да, это вот такой кубик, мы специально сделали проем именно в качестве проема, а там, да, не в потолок, они стали его делать сильно большим, чтобы разделить именно зону входа и уже отдельное помещение. А расскажи про шкаф, из чего он сделан? Это тоже на заказ. Фасады из массива, корпус из ЛДСП. Здесь спрятаны ящики, электрический щиток, есть антресоль с хранением, здесь большая двустворчатая секция для верхней одежды и внизу обуви, здесь тоже полки, ящики, подсумки, обувница с ящиком для всякой мелочевки, чтобы не нужно было хранить ничего сверху на постоянной основе, и обувица. А скажи, эту всю мебель делал тот же производитель, что и кухня, цвет такой же, да, получается? Да, да, вот как раз потому, что заказчику хотелось единства, мы просто взяли и заказали все в одном месте, отсюда у нас вход в гостевой службу. Дверь как межкомнатная, так и входная похожа, да, между собой тоже? Да, ну, сама входная дверь не менялась, она вот как от застройщика пришла, так и осталась, но мы поменяли накладку, то есть это распространенное решение, когда, например, на выстройках нельзя менять входную дверь, чтобы было единство в стиле в подъездной зоне, то мы меняем внутреннюю накладку, и тут мы ее изготовили у того же производителя, что я изготавливал в межкомнатной двери, но при этом нам хотелось подчеркнуть разницу, что все-таки есть межкомнатные двери, а есть входная дверь, поэтому мы сделали разными цветами их, а этот цвет, он подходит под цвет пола инженерной доски. По отделке здесь яркие обои. Да, нам хотелось в прихожей создать какой-то акцент, чтобы сразу заходишь и понимаешь, что оказался в каком-то интересном интерьере, чтобы что-то визуально радовало, и поэтому вот здесь это первое место, где использовано в этой квартире из трех помещений обои ручной работают, то есть мы специально выбрали такой жизнерадственный голубой цвет и именно роспись золотую, чтобы вот это вот, да, маленькое, в общем-то, не особо примечательное пространство чем-то украсть. Потолок здесь тоже необычный, это твоя фишка такая в необычных потолках. На самом деле это потолочная ниша, просто потолок по два уровня, при этом здесь он ниже в целом, чем в остальных помещениях, потому что здесь спрятана часть вентиляционного оборудования и духоводов, вот, поэтому, ну, не то, чтобы было прям сильно где разгуляться, но, да, мы все равно решили сделать вот эти два уровня, ну, потому что в прихожей сильно высокие потолки не нужны. Освещение в прихожей? Да, в прихожей, ну, достаточно стандартный сценарий, света, то есть есть потолочная люстра, к ней же присоединена подсветка, чтобы не было большого количества выключателей, и здесь у нас два выключателя, один на гостевой санузел, а второй включает вот эти подвесы, если нужно как-то лучше себя рассмотреть, например, для макияжа сухоли заказчика. Давайте посмотрим гостевой санузел. Он абсолютно компактный, утилитарный, ничего лишнего. Здесь раковина с хранением, она специально такой формы, чтобы в не очень большом пространстве была все равно комфортная раковина, чтобы можно было там умыться. Есть все равно место для хранения, тумба снизу, она более компактной глубины, вот по уровню примерно, как вот более узкая часть столешницы. унитаз, ревизионный лючок, здесь вот сочетание разных плиток. Это мозаика, соответственно, мы специально подстраивали размеры ревизионного люка так, чтобы треугольнички резались по осям, или, да, вот здесь шли четко по стыку, чтобы не очень сильно бросался в глаза сам лючок. Вот здесь такая традиционная симметричная композиция, большое зеркало, по бокам бра. Очень удобно, когда столешница раковины занимает довольно большое пространство, потому что можно что-то поставить, положить, например, телефон, и не бояться все залить. Раковину под заказ сделали, да? Нет, раковина готовая, а вот тумбу мы уже подстраивали под эту раковину. А лючок легко открывается? Можешь нам показать? Давайте проверим. Наш любимый. Легко. Легко. Красота. Все аккуратненько. Ой. Ну, давай посмотрим, что у нас за скрытой дверью. Да, это сюрприз. Приятно, потому что не в каждой квартире можно позволить себе сделать отдельную постирочную. А здесь у нас расположилась стиральная, ну, стирально-сушильная, вернее, машинка. Хозяйственная раковина, специально достаточно глубокая, чтобы можно было помыть там обувь, например. Потолочная сушка, которая управляется пультиком. Продемонстрируй нам, пожалуйста, как это происходит. Обязательно. Да. С прекрасным звуком сопровождения. У тебя, по-моему, в том же проекте, который мы ранее снимали, тоже была такая. Да, вот этот проект мы, получается, сделали в 2019 году, и по рекомендации этого заказчика пришли вот те заказчики, рум-тур, в квартире которых мы уже снимали. Вот, поэтому некоторые решения они просто хотели сделать так же, ну, и мы, естественно, не против были тоже. А расскажи поподробнее про эту сушку. Это вообще надежный механизм, и сколько она стоит? Мне вот очень нравится. Много ли она вмещает, как-то регулируется ли по размеру, или они все одинаковые? Они есть разные по размеру. Они регулируются, и плюс у них вот в телескопическом формате работают вот эти вот штырьки. Ну, то есть, да, вот в таком виде на максимум она разложена. Но, собственно, мы подбирали такую модель, чтобы она вот гармонично вставала здесь. То есть, по-моему, есть размеры как поменьше, так и побольше. Вот, ну, и как бы, да, за счет того, что это вот как минимум 4 перекладина, много чего туда помещается, стоила на момент покупки она порядка 30 тысяч, если не ошибаюсь. Ну, сейчас актуальные цены не назову. Я понимаю, проточный нагреватель? Да, это проточный нагреватель, соответственно, чтобы в период отлучения горячей воды не было проблем. И хозяйственный шкафчик сделан на заказ. То есть, тут специально разнокалиберные дверцы, чтобы сделать секции разного размера под разное хранение. То есть, например, с этой стороны вот у нас помещается шланг пылесоса. То есть, здесь узкие, но высокие вещи. А с другой стороны сделаны просто полочки, чтобы... Брюхо превращается. Затыхиваем туда его. А с другой стороны сделаны просто полочки под хранение каких-то бытовых предметов. А сколько по метражу получилась постирочная зона? Такая достаточно вместительная. Да, здесь, если не ошибаюсь, около трех метров. Что в двери? Что это за дырка? Это прототип окошка для кошки. Если помните, вот в том рум-туре мы тоже делали, потому что тоже у заказчиков кошка. Вот. И здесь мы впервые из всех наших проектов пробовали реализовать эту идею. Ну, и вот здесь она была реализована таким образом, что прямо в дверном полотне сделано отверстие и прикреплен кусочек арголита, на который мы тоже наклеили эти обои. И вот там на специальных таких маленьких петлях оно открывается. Вот. Но вот уже в будущих проектах мы поняли, что этот механизм несовершенен. То есть вот конкретно эта штука нас не устроила ни идеальным внешним видом и ни идеальной работоспособностью. То есть, во-первых, по показаниям заказчиков Котумбола, не очень приятно постоянно толкать головой эту штуку. Ну, а во-вторых, да, просто она там не очень надежно крепилась. Мы ее пару раз переделывали. Вот. Поэтому от такой идеи мы отказались. Но вот заказчики из прошлого ром-тура довольны очень окошком, которое вот сделано просто в перегородке, остается ничем не перекрыто. И кошка пользуется с удовольствием. Вот мы перед входом в другую часть квартиры, получается, да? Расскажи поподробнее. Да. Да, то есть, как я говорила, у нас идет четкая граница между общественной зоной и приватной. И вот как раз мы сейчас прямо на этой границе. Этот проем, он тоже вот специально сделан таким небольшим для подчеркивания вот этой разницы функциональной. И он прикрыт вот от чужих глаз этой перегородкой, которая у нас здесь специально возведена. И мы попадаем в транзитную гардеробную, из которой у нас две двери в спальню, в санузел. И чтобы не терять место даром, мы установили здесь шкаф с разъезжными дверями, системой хранения. Здесь также есть паровой шкаф. Это тоже наш первый, скажем, пилотный образец, который мы теперь рекомендуем на другие проекты, потому что оказалась полезная штука. Здесь же стоит вот такая вот раскладная стремяночка стульчик, для того, чтобы можно было, если что, сверху фолк что-то достать. И попадаем в мастер-спальню. Так. Стопор есть для двери. Да, стопор есть обязательно, потому что иначе зеркальные фасады, ручка, может случиться что-то нехорошее, если стопор не будет. Давай пройдем в спальню. Сколько она получилась квадратных метров? Здесь 13,5 квадратных метров, то есть спальня не гигантская, но, собственно, по функционалу здесь особо ничего и не нужно было, кроме кровати и дополнительных систем хранения, ну, на всякий случай. Тоже, чтобы можно было максимальное количество вещей разместить. Вот здесь у нас еще одно, третье место, где располагаются обои ручной работы, то есть вот здесь мы выбрали более нейтральные цвета, потому что спальня это место, где хочется отдохнуть, где хочется такого-то помиротворения. Поэтому, в принципе, вот у нас такая светлая коробочка получилась, чтобы это само по себе не очень большое пространство не сжимать сильнее. Но, чтобы поддержать литмотив общего интерьера, у нас есть акцентная синяя кровать, которую мы тоже ткань подбирали. В ширину она 180, да? Да, нет, она 180 в ширину и 200, даже 10, по-моему, в длину спальное место, потому что заказчик высокий, и будет пожелание, чтобы матрас был достаточно большим. Вот, поэтому кровать мы изготавливаем под заказ, и у нее есть две фишки. Первая фишка – это ниша для хранения подушек декоративных, то есть вот, чтобы, например, присесть, почитать или просто убрать на ночь, можно вот так вот разместить подушечку, чтобы она никому не мешала. Это классное, кстати, решение, потому что всегда некуда девать эти подушки, либо надо что-то продумывать, какое-то хранение, либо какие-то просто кидаются куда-то на пол, поэтому это интересно. Да, это правда, и это вот съедает, там, всего лишь, там, примерно 15 сантиметров в относительно стандартной кровати, но прям существенно улучшает качество жизни. И другая прикольная фишка – это вот это из ножи. То есть изначально заказчик хотел поставить банкетку с функциональной точки зрения, чтобы, например, складывать покрывало на нее или просто, чтобы можно было посесть. Но комната не такая большая, и нам было важно сохранить систему хранения в этой стороне, поэтому, чтобы не заужать проход очень сильно, нам бы пришлось либо искать какую-то узенькую банкетку, каких нет, к сожалению, либо вот мы придумали такое решение, что просто в самом из ножей делается конструкция, достаточно устойчивая для того, чтобы на нее можно было сесть. И вот сюда же очень удобно складывать покрывало, если вы пойдете спать. Давай теперь про хранение поговорим. Здесь прям такая стенка целая получилась, столько места в спальне. Да, ну, мне кажется, многим свойственна вот эта философия, что много места для хранения не бывает, поэтому все, что можно использовать, мы старались использовать. И вот, как я уже говорила, эта перегородка между спальней и гостиной, она необычная форма. Получается, что там, где с той стороны ниша для телевизора, то есть, да, получается, как бы вогнутость, то здесь у нас, наоборот, выпуклость, ну, да, которая тоже кажется сейчас нишей, но это за счет вот этих мебельных конструкций. На самом деле, стеночка как бы ближе к нам, а вот стеночки, которых не видно за шкафами, они, наоборот, утоплены туда и выступают со стороны гостиной, создавая нишу для телевизора. А здесь... Как зигзаг, получается, зигзагообразный. Да, а здесь нам это дало глубину для полноценных систем хранения. А какая глубина получилась? Ну, вот здесь 60 сантиметров, как обычный шкаф, я вот вижу, 50 сантиметров. Дополнительно гардеробные еще и полноценные шкафы, спальни. Да, да, ну, это, да, было сделано из расчета, что мало ли вдруг какие-то гости, например, останавливаются, чтобы можно было, да, не выходя из спальни, какие-то основные вещи тут же взять. Еще нигде не спрашивала у тебя про отопление в этой квартире, везде конвекторы. Это тоже от застройщика было или вы так решили? Ну, сам принцип, что здесь будут конвекторы, это, да, было предусмотрено застройщиком, потому что также от застройщика нам достались прекрасные окна, пол с прекрасным видом, поэтому, да, ну, у нас не было шансов, в общем-то, придумать что-то другое, но мы подбирали конвекторы именно такие, чтобы они были достаточны по мощности, потому что, получается, их всего две штуки под каждым окном, а площадь помещения, ну, общее помещение квартиры в глубину достаточно большая, то есть они должны были быть мощные, чтобы хорошо обогревать, но при этом компактные, чтобы поместиться вот в размеры окон. И, собственно, да, получилось удачно, что как раз их хватает, говорят, что тут очень тепло, нет вообще никаких нареканий. Решёточки мы выбрали в цвет напольного покрытия, чтобы они не привлекали внимания. Давай поговорим про стены ещё немного, потому что здесь такие симпатичные птички, это гипс, и также хотела тебя спросить про розетки под точечные светильники. На самом деле это не такая частая история, да, обычно розетки делают вокруг большой люстры. Да, то есть тут мы, когда разрабатывали дизайны, согласовывали, мы достаточно быстро утвердили эти обои ручной работы, но оставался вопрос со стеной за изголовьем. Когда мы только покрасили уже эту стену и наклеили молнии, мы поняли, что, ну, как бы, чего-то не хватает. И думали, вот чем же дополнить эту композицию, то есть изначально мы хотели подобрать какую-нибудь картину, но просто не находили нужную. И пришла идея сделать как бы из самой стены картину, то есть, да, путём того, что мы нашли этих барельефных гипсовых птичек, придумали вот такую композицию, как будто бы они прям взлетают куда-то вверх над этими молдингами. А по поводу вот этих точечных светильников, нам действительно хотелось, ну, как-то поддержать тему молдингов, ну, и птичек, которые, правда, уже появились позже, но очень классно вписались. Вот, в общем, вот этот какой-то традиционный классический стиль подчеркнуть, и поэтому мы решили не ставить обычные точечные светильники, а поставили вот именно такие. Они тоже выполнены из гипса, вот эти вот розеточки, но это готовые такие светильники, то есть мы просто их нашли и купили. Здесь расположена большая люстра, потолочная ниша, ну, которая также обусловлена наличием приточной натяжной системы вентиляции, она подсвечивается, и есть бра с каждой стороны. Осталось последнее помещение, это санузел, он очень яркий, я хочу, чтобы ты рассказала про его отделку прежде всего. Да, вы сейчас удивитесь, тут просто, если бы можно было, можно было бы сделать барабанную дробь, потому что как раз отделка санузла сделана таким образом, что как только открываешь дверь, видишь огромное яркое мозаичное панно. И это, конечно, фишка этого санузла, мы делали его на заказ. Собирали прямо из мелких-мелких деталей, из чего оно сделано? Да, это, ну, обычная стеклянная мозаика. А, стекло. Да, да, и, ну, вот, рисунок, цвета, они подбирались именно под этот проект, и, ну, собственно, мастер по мозаике вот прям собирал его, утверждал и потом монтировал на стену. Здесь специальная затирка, которая используется для такого вида мозаики, который называется хамелеон, потому что когда используются разные цвета, ну, вот, в принципе, в такой мозаике, если бы вклинивался какой-то другой цвет, ну, это бы выглядело бы групповато. А так она получается такая полупрозрачная и перекликается со всеми цветами, которые здесь задействованы. Да, и это, конечно, ну, такой главный акцент этого интерьера, этого санузла, вот, и прям выглядит очень эффектно, потому что как только открываешь дверь, сразу и в него уткаешься. Это правда. А скажи, о чем-то дополнительно сверху покрывали, все-таки там прямое попадание воды? Нет, из-за того, что это стекло и затирка, ему ничего не будет, то есть, да, можно поливать душу хоть специально. По остальному, да? Что на стенах, на остальных? Да, получается, остальную отделку мы подбирали нейтральненькую, чтобы как раз, ну, не было перегруза, и поэтому здесь у нас, ну, тоже использована мозаика, но вот, готовая нейтральных цветов. У нас использована такая керамическая плитка под панели, под одной из таких панелек спрятан лючок. Как раз очень удобно использовать плитку под панели, если вам надо скрыть ревизионный люк, потому что это наименее заметно, когда контуры люка четко совпадают с размером плитки, ну, особенно панельки. Вот, и плюс у нас здесь совмещение с покраской, покраска благостойкая, ну, и вот, как видите, 5 лет, ничего с ней не случается, а то до сих пор многие заказчики боятся использовать покраску в мокрых помещениях. Ну, нет, на самом деле, при должной подготовке и при нормальной вентиляции ничего плохого не будет. Давай про мебель поговорим, она тоже яркого голубого цвета, двойная раковина, из чего столешница, из чего сама мебель. Да, это мебель, это мебель, ну, относительно готовая, то есть, по крайней мере, из ассортимента российского производителя, который вот прям можно так и заказать. Единственное, да, мы решили взять достаточно яркий цвет, ну, чтобы вот немножко поддержать панно, но получается, что в отделке панно это единственный акцент, а мебель, она немножко по-другому расположена, и она, ну, как бы уравновешивает его. Здесь, да, две раковины, чтобы было комфортно умываться вдвоем, ну, потому что конфигурация суммы 2 позволяла вполне сделать такое решение. Столешница из кварца, раковины фаянсовые готовые, вот, и плюс здесь размещено большое зеркало с подсветкой, брашки к ним, и в комплекте к тумбе с раковиной такой же пенал, шкафчик для хранения косметики и других средств. Необычная перегородка, в ней какая-то дополнительная дверка. Да, это прикольная фишка, которую мы нашли именно в этой модели перегородки, то есть, если вам надо, допустим, заранее включить водичку, чтобы она была тепленькая, когда вы уже залезете под душ, или начать набирать ванну, или, может быть, что-то помыть, то удобно иметь такой доступ и вот включать, не залезая в ванну и не открывая большую створку. Вот, а уже, если надо полноценно воспользоваться, то вот есть другая открывающаяся часть. Ну вот и все, подошел к концу нашим тур, надеюсь, вам было интересно. Если у вас остались какие-то вопросы, или вы хотите оставить комментарий, может быть, написать, что интерьер вам не понравился, или наоборот приглянулся, то, пожалуйста, оставляйте комментарии под этим видео, я постараюсь на все ответить.